Беседа одиннадцатая, сто двадцать восемь. Когда подумаю о прошедшей буре и о настоящем спокойствии, то не предстою говорить «Благословен Бог, творящий и претворящий», Амоса пять восемь, «Сотворивший свет из тьмы, низводящего врата ада и возводящий, наказующий и неумершляющий». И хочу, чтобы это же и вы говорили всегда и не переставали говорить, потому что если он облагодетельствовал нас на деле, то заслуживали бы мы какого-нибудь извинения, когда бы не воздали ему даже словами. Посему вещеваю вас, никогда не переставайте благодарить его. Если мы будем признательны за прежнее благодеяние, то очевидно получим и другие большее. Итак, будем непрестанно говорить «Благословен Бог, давший и нам безбоязненно предложить вам обычную трапезу и вам без страха внимать словам нашим. Благословен Бог, что мы стекаемся сюда уже не избегая внешней опасности, но желая слушать поучения, сходимся друг с другом, уже не с робостью, трепетом и опасением, но с великой смелостью отбросив всякую боязнь. А в предшествующие дни мы были ничем не лучше обуреваемых на море, и ежеминутно ожидающих кораблекрушения. Всякий день были поражаемы, возмущаемы и колеблемы бесчисленными слухами со всех сторон. Всякий день разведывали и спрашивали, кто пришел из столицы, какие принес вести, правда или ложь, говорит он. Мы проводили ночи без сна и, смотря на город, оплакивали его, как готовый тотчас погибнуть. Поэтому и мы в эти предшествующие дни молчали от того, что город наш совсем опустел, и все переселились из него в пустыне, а оставшиеся были покрыты облаком печали. Душа, совершенно объятая печалью, бывает вовсе не способна слушать. Поэтому друзья Иова, пришедшие и увидев несчастье этого дома, и самого праведника, сидящего на гноище и покрытым ранами, разорвали свои одежды, восстинали и сидели в молчании, показывая тем, что скорбящим сначала более всего приятно спокойствие и молчание, да и страдания Иова были выше утешения. Поэтому иудеи, приставленные к глине и деланне кирпичей, увидев пришедшего Моисея, не могли внимать словам его от молодуши и скорби своей. И что удивительного, если было так с людьми молодушными, когда видим, что и ученики Христову подверглись той же немощи, после тайной вечери, когда Христос беседовал с ними наедине, ученики сначала то и дело спрашивали его, куда идешь? Но когда он сказал им о бедствиях, имевших немного спустя постигнуть их, о бранях, гонениях, о ненависти от всех, о бечах, темницах, судилищах, ссылках, тогда душа их, подавляемая, как бы самым тяжким бременем, страхом сказанных бестий и унынием от угрожающих зол, сделалась, наконец, безмолвною. Потому Христос, увидев их смущение, укорил их за это и сказал, «Иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но так как я сказал вам это, скорби исполнились в сердца ваши». Поэтому и мы сначала молчали, выжидая настоящего случая, так как если намеревающийся просить кого-нибудь, хотя и справедливую просьбу предложить хочет, выжидает, однако, удобного случая, чтобы найти того, от кого зависит исполнение просьбы, кротким и в добром расположении духа, и при помощи благоприятного случая получить милость. Но тем более проповеднику нужно искать удобного времени, чтобы преподать наставление слушателю, когда он находится в добром расположении и свободен от всякой заботы и уныния. Так именно и мы сделали. 129. И вот теперь, когда вы прогнали от себя уныние, мы и хотим напомнить вам о прежнем, чтобы слово наше было яснее для вас. Что сказали мы о природе, то есть, что Бог сотворил ее не только прекрасной, удивительной и великою, но вместе и слабою, и тленную, и положил на ней многие признаки этого, устрояя то и другое для нашей пользы, именно красотой твари возбуждая в нас удивление Создателю, а несовершенством предохраняя от обоготворения твари. То же самое можно видеть и на нашем теле. И о нем многие, как из врагов истины, так и из издельномыслников, нам спрашивают, почему оно сотворено тленным и смертным. Многие из язычников и еретиков говорят даже, что оно и сотворено не Богом. Оно не стоит того, чтобы сотворил его Бог, говорят они, указывая на нечистоты, пот, слезы, труды, изнурения и все прочее несовершенство тела. Но я, если речь уже зашла об этом, скажу, во-первых, вот что. Не говори мне об этом падшем, уничиженном, осужденном человеке. Но если хочешь знать, каким Бог сотворил тело наше вначале, то пойдем в рай и посмотрим на человека первозданного. То тело не было такое смертное и тленное. Но как светло блестит золотая статуя, только что вышедшая из горнила, так и тело то было свободно от всякого тления. Его ни труд ни тяготил, ни пот не изнурял, ни заботы не мучили, ни скорби не осаждали. И никакое подобное страдание не удручало. Когда же человек не сумел воспользоваться благополучием, но оскорбил своего благодетеля, поверил в боли демону-обольстителю, нежели промыслителю Богу, возвеличившему его, понадеялся быть Богом и возмечтал о своем достоинстве более надлежащего. Тогда-то, тогда Бог, желая вразумить его уже самым опытом, сделал его тленным и смертным и связал множеством этих нужд, не по ненависти и не по отвращению, но и с заботливостью о нем, чтобы остановить в самом начале злую и пагубную эту гордость и не дать ей пойти далее, но самым опытом научить человека, что он смертен и тленен, и через это заставить его никогда не думать и не мечтать о себе так. Дьявол сказал первым людям, будете как боги. Чтобы вырвать эту мысль с корнем, Бог сделал тело человека слабым и болезненным, самой природой научая его никогда не иметь такой мысли. Справедливость этого весьма ясно видна из того, что случилось с человеком. Он осужден на это наказание уже после того пожелания быть богом. И заметь, как бог премудр, он не дал умереть Адаму первым, но попустил претерпеть смерть сыну его, чтобы он, увидев перед глазами у себя тело тлеющее и разрушающееся, повысил от этого зрелища великий урок любомудря, познал, что с ним сделалось, и хорошо вразумленно этим отошел отсюда. Итак, это, как я сказал, весьма ясно видно уже из случившегося с Адамом, но не менее ясно из того, что сказано будет затем. Если при всем том, что тело наше связано такой нуждою, что все умирает, истлевается, гнивает и обращается вправь перед глазами всех, так что языческие философы сделали одно известное определение породы людей. На вопрос, что такое человек, они сказали, он есть животное, разумное, смертное. Если при таком всеобщем признании некоторые дерзнули обессмертить себя во мнении народа, и тогда, как глаза свидетельствуют о смерти, захотели называться богами, и почтены были такими, то до какого нечести не дошли бы многие из людей, когда бы смерть наперед не убеждала всех в смертности и тленности их породы. «Послушай, что говорит пророк об одном иноплеменном царе, который дошел вот до какого неистовства? Выше звезд небесных поставлю в престол, мой сказал он, буду подобен Всевышнему». Посмеваясь над ним и указывая на смерть его, пророк говорит, «Под тобой подстилается червь, и червь покров твой». То есть ты или человек, которого ожидает такой конец, дерзнул так мечтать о себе? И о другом царе, именно Атирском, который также помышлял и хотел называться Богом, сказано, «Ты же человек, а не Бог, в руки убивающих тебя». И так Бог сотворил таким тело наше для того, чтобы с самого начала и совершенно истребить основание идолослужения. И удивительно ли, что это случилось с телом, когда и в душе можно видеть нечто подобное? Смертной, правда, Бог не сделал ее, а допустил ей быть бессмертной, а зато подверг ее забывчивости, неведению, унынии и заботам. И это сделал для того, чтобы она, увидев благородство своей природы, не помыслила о своем достоинстве более надлежащего. Ведь если и при всем этом некоторые дерзнули сказать, что душа имеет сущность божескую, то до какого безумия не дошли бы они, когда если бы были свободны от этих недостатков. Впрочем, что я сказал о природе, тоже скажу и о теле. То есть, что одинаково удивляясь Богу и потому, что Он сделал тело тленным, и потому, что в тленности Его обнаружил собственную силу и премудрость. Что мог Он создать из лучшего вещества, это показал теле небесным и солнечным. Создавший эти тела, мог бы таким же создать и тело человеческое, но причина, почему оно создано слабым, заключается в вышесказанном основании. И это нисколько не унижает дивного величия создателя, но еще более возвышает его. Несовершенство вещества особенно и показывает великость и совершенство искусства того, кто праху и пеплу сообщил такую гармонию и такие чувства, столь различные и разнообразные и способные так любомудрствовать. 131. Итак, чем более низким представляется тебе вещество тела, тем более удивляйся величию искусства Божия. И воятелю удивляйся не столько тогда, когда он делает прекрасную статуи из золота, сколько тогда, когда он из распадающейся глины, силой искусства, может образовать удивительную и невообразимую красоту художественного произведения. Там и вещество несколько помогает художнику, а здесь проявляется чистое искусство. Если хочешь знать, какова премудрость создавшего нас, подумай, что делается из глины, что же другое, кроме кирпича или черепицы. И однако великий художник Бог, из этого вещества, из которого делаются только кирпичи и черепица, мог устроить глаз столько прекрасный, что удивляются ему все смотрящие и сообщить ему такую силу, что он простирается взором на столь великую высоту в воздух и при помощи небольшого зрачка обнимает столь великие тела и горы, и леса, и холмы, и моря, и небо. Не говори мне о слезах и гнойной влаге, это произошло из-за твоего греха, но подумай о его красоте, о способности видеть и о том, как он, проходя такое пространство воздуха, не утомляется и не ослабевает. Ноги и немного прошедшего союта ослабевает, а глаз, пробегая такую высоту и такую широту, не чувствует никакого изнеможения. Как он из всех членов для нас самый необходимый, то Бог не попустил ему утомляться от труда, чтобы его служение нам было свободно и беспрепятственно. Впрочем, состояние ли, какое слово, изобразить все совершенства этого члена? И что говорить о зрачке и силе зрения? Если рассмотришь, только ресницы и глаз, этот, по-видимому, самый ничтожный из всех членов, и в них увидишь великую премудрость и ждителя Бога. Как ости на колосьях, выдавши вперед наподобие копий, отгоняют птиц и не дают им садиться на плод и ломать еще очень слабый стебель, так и на глазах волоски ресниц выдаются как бы ости и копья, отражают от глаз пыль, ссоры и все, что беспокоит от вне, и предохраняет веки от повреждения, увидевшие в бровях не меньше того премудрости, кто не изумится их положению, а они не слишком выставляются вперед, чтобы не затмевать глаза, и не углублены внутрь боли надлежащего, но выдаваясь сверху наподобие кровельного навеса на доме, принимают на себя стекающий с головы пот и не дают вредить глазам, поэтому эти волосы у них сплотились между собою, этой плотности они удерживают стекающую влагу, и весьма искусно прикрывая глаза, придают им великое благообразие, и не этому только удивляться можно, но и другому, что не меньше того, для чего скажи мне волосы на голове растут и стригутся, а на бровях нет, ведь и это сделано не без причины и не случайно, но для того, чтобы они спустившись вниз, не затмевали глаз, как это иногда бывает у людей, пришедших в глубокую старость, а кто может постигнуть всю премудрость, являемую в устройстве мозга, во-первых, Бог создал его мягким, так как он дает истоки всем чувствам, потом, чтобы он не повредился по нежности собственной природы, оградил его со всех сторон костями, далее, чтобы касаясь костей он не терпел от их жесткости, протянул между ними перепонку, и не одну только, но две, одну внизу под черепной частью головы, а другую вверху вокруг мозгового вещества, и поэтому первую гораздо тверже последней. Это сделал Бог как по вышесказанной причине, так и для того, чтобы удары, наносимые в голову, не мозг принимал первые, но наперед встречали бы эти перепонки, и таким образом уничтожали бы всякий вред, и сохраняли мозг неприкосновенным, и то, что покрывающая его кость не сплошная и цельная, но со всех сторон имеют множество швов, и это опять служит для мозга немаловажным предохранительным средством. С одной стороны, накопляющиеся около него испарения легко могут через эти швы выходить наружу, и таким образом не сдавливает его, с другой стороны, если и будет откуда-либо нанесен удар, то повреждение произойдет неповсеместное, если бы эта кость была цельная и сплошная, то и нанесенный в одну часть ее удар повредил бы ее всю, но теперь, когда она разделяется на многие части, этого быть не может. Если случиться одной части, получить ушиб, то повреждается только та кость, которая лежит близ этой части, а прочие все остаются невредимыми, потому что общность удара разъединяется раздельностью костей и не может простираться на близ лежащей части. Вот для чего Бог устроил мозговой покров из многих костей. И как строящий дом полагает наверху кровлю черепицы, так и Бог положил вверху на голове эти кости и повелел вырасти волосам, чтобы служить для головы, как бы вместо колпака. То же самое он сделал и с сердцем, так как сердце у нас главнейшее из членов и ему вручено начало всей нашей жизни, в случае же его поражения бывает смерть, то Бог оградил его со всех сторон плотными и твердыми костями спереди выпуклой грудью, а сзади плечными лопатками. И с ним сделал то же, что с перепонками около мозга, чтобы оно, находясь в постоянном биении и трепетании во время гнева и других подобных движений и ударов об окружающие его жесткие кости, не терпело боль от этого трения. Бог протянул тут множество перепонов и положил еще легкое, как бы мягкую постель для движения его, дабы оно, ударяясь о нее без боли, не терпело никакого вреда. Но что и говорить о голове и сердце, когда если рассмотришь и самые ногти, откроешь и в них великую премудрость Божию. В их виде, свойствах и положениях можно бы еще сказать и о том, почему у нас не все пальцы равны, и о многом другом, что важнее этого. Но для внимательных из сказанного довольно просеивает премудрость создавшего нас Бога. Посему, предоставив трудолюбивым исследователем эти части с точностью, обращусь к другому возражению. Многие, кроме вышесказанного, вот что еще возражают. Что это такое? Если человек есть царь бессловесных, то почему многие из животных превосходят его и силой, и легкостью, и быстротой? Быстрее человека конь, терпеливее волк, легче орел, сильнее лев. Что же сказать нам на это? То, что отсюда особенно можем мы познать премудрость Божия и ту честь, которую он удостоил нас. 134. Конь быстрее человека, правда, но человек может совершать путь гораздо скорее коня. Конь, как он небыстрый, силеный, два пробежит в день 200 стадий, а человек, подпрягая по перемену несколько лошадей, может проехать и 2000 стадий. Таким образом, что тому быстрота, то этому дает ум и искусство, притом с великим избытком. У человека не так крепкие ноги, как у коня, зато ноги коня служат ему не меньше своих. Ни одно из бессловесных животных не может подчинить себе другого за свою службу, а человек подчиняет всех их, и при помощи разнообразного искусства, данного им от Бога, заставляет каждое из животных выполнять наиболее пригодное для него служение. Если бы ноги у людей были так же крепкие, как у лошадей, то они были бы негодны для другого, для того, чтобы ходить по местам неудово проходимым, подниматься на высоту, взлезать на дерево, копыта, как известно, мешают такой ходьбе. Поэтому, хотя ноги у людей слабее, зато они способнее к большему числу полезных движений и нисколько не терпят от своей слабости, получая услугу от силы коня, а способностью к разнообразному хождению еще превосходит последнего. Далее у орла легкие крылья, но у него у меня есть ум и искусство, посредством которых могу заманивать и ловить всех птиц. Если же хочешь видеть и мое крыло, у меня есть гораздо легче орли, но поднимается не на 10 и не на 20 стадий, и не до неба, но выше самого неба, и превыше неба небес, где Христос сидит одесной в Бога. Бессловесные на теле у себя имеют оружие, например, вол, рога, кабан, зубы, лев, когти, а у меня Бог устроил оружие не в теле, но вне тела, дабы показать, что человек есть кроткое животное, и что ему не всегда нужно это оружие. В самом деле, часто я слагаю его, и нередко и вооружаюсь им. Поэтому, чтобы мне быть свободным и несвязанным, и не иметь надобности постоянно носить оружие, Бог создал его отдельным от моей природы. Мы превосходим бессловесных не только разумной душой, но и по телу имеем преимущество перед ними. И тело Бог создал сообразным с благородством души и способным выполнять ее веления. Создал не просто каким-нибудь, но таким, каким ему нужно было. для служения разумной души. Так что, если бы оно не было таким, действия души встретили бы сильные препятствия. Это и видно во время болезни, когда состояние тела хоть немного уклонится от надлежащего своего устройства, например, если мозг сделается горячее или холоднее, то многие из душевных действий останавливаются. Итак, и на теле можно видеть промысл Божий не только из того, что он вначале сотворил его, лучшим нынешнего, и что и нынешнее устроено так ко благу, но и с того, что он опять воскресит его в гораздо большей славе. Если же хочешь узнать и с иной стороны, какую премудрость Бог явил в устройстве тела, я скажу то, чему кажется постоянно и больше всего удивлялся апостол Павел. Что же это такое? То, что члены тела превосходят друг друга не одним и тем же, но одни красотою, другие силою. Например, глаз красив, но ноги крепче его. Важна голова, но она не может сказать ногам не имею в вас нужды. Это же можно видеть и между бессловесными. Это же и во всей жизни. Царь имеет нужду в подданных, подданные в царе, как голова в ногах. И между бессловесными опять одни сильнее, другие красивее. Одни забавляют нас, другие питают, иные одевают. Забавляет павлин, питают куры и свиньи. Одевают овцы и козы, трудятся с нами воло-осел. Есть еще такие, которые ничего подобного не доставляют нам, зато упражняют наши силы, например, дикие звери укрепляют мужество охотников, страхом вразумляют род наш и делают более осторожным, да еще с тел своих вносят немалую дань на врачевание что скажет тебе, что ты завладыка бессловесных, когда боишься льва. Скажи ему, что вначале так не было, когда я был в благоволении у Бога и жил в раю, но как я оскорбил Господа, то и сделался подвластен рабам, впрочем, и ныне не совсем подвластен, но обладая некоторым искусством, с помощью которого я доливаю зверей. Так бывает и в знатных домах, когда дети, хотя и благородно не достигли еще совершеннолетия, то боятся многих и из рабов, а когда притом сделают проступок, боязнь их еще более увеличивается. Это надо сказать и о змеях, и скорпионах, и ехиднах, то есть, что они страшны нам из-за греха. 136. Такое разнообразие можно видеть не только в нашем теле, не только в различных состояниях жизни, и не только в бессловесных животных, но и в деревьях. И между ними увидишь, что самое малое имеет иногда преимущество перед большим, и не во всех их есть все, дабы все они были нам необходимы. И из них мы видели многообразную премудрость Господа. Не вини же Бога за тленность твоего тела, но за это еще более благоговей перед Ним, и удивляйся его премудрости и промышлению. Премудрости, что в таком тленном теле он мог выказать такую гармонию промышлению, что сделал тело тленным для блага души, чтобы смирить гордость и не изложить высокоумие ее. Почему же, скажешь, Бог не сотворил человека таким в начале? Против этого сам он ответствует тебе самыми делами и как бы так говорит самым событием, я призвал тебя к большей славе, но ты сделал себя недостойным дара, потеряв рай. Впрочем, после этого я не презрю тебя, но исправлю твой грех и возведу тебя на небо. Для того я попустил тебе столь времени подвергаться гниению и тлению, чтобы в течение долгого времени тверд стал у тебя урок смиренно-мудрее и ты никогда не возымел прежней мысли. Итак, за все это возблагодарим человека любивого Бога и за попечение его о нас воздадим ему воздаянием полезным для нас же. Позаботимся усердно исполнить заповедь, о которой я постоянно беседую с вами, да и не перестану беседовать, пока вы не исправитесь, так как не о том заботе, чтобы только говорить мало или много, но чтобы говорить до то ли, пока еще не склоню вас. Иудеям Бог говорил через пророка, в судах, если вы поститесь и в спорах, то напрасно поститесь, а вам скажет через нас, если вы в клятвах и клятвах преступлениях поститесь, то для чего поститесь? И как мы воззрим на священную Пасху, как примем святую жертву, как приобщимся чудных тайн тем языком, которым попрали закон Божий, тем языком, которым осквернили душу? Если за царскую квартиру никто не дерзнет взяться нечистыми руками, как же мы примем тело Господне языком нечистым? Клятва от лукавого, а жертва Господня. Какое общение у света с отьмой, какое согласие у Христа с велиаром? Знаю хорошо, что вы старались отстать от этого греха, но как каждому из нас самому по себе нелегко сделать это? То составим братство и товарищество, и как бедные, когда хотят устроить пир, и каждый из них сам по себе не может угостить всех, собирается вместе и склочину делает пир. Так поступим и мы. Поодиночке мы беспечны, так составим братство, станем делать друг другу совету, увещание, убеждение, укориза, напоминание, угрозы, дабы при усердии каждого из нас исправить со всем нам. Как мы лучше видим чужие недостатки, нежели свои, то и будем предостерегать других, а им поручено ждать за нами, и совершим это прекрасное состязание, чтобы так преодолев злую привычку с дерзновением достигнуть нам этого святого праздника, и с доброй надеждой и благой совестью приобщиться святой жертвы, по нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.